ПЕСНЯ Свою первую учительницу, Эмму Васильевну, я полюбил неосознанной и страстной любовью первогласника. Она вошла в класс с мандолиной, и за три года так ни разу с ней и не рассталась. Эмушка пела нам песни, не упуская медиатора из рук, читала стихи и все время улыбалась. Из обрывков разговоров отца с матерью я слышал, что она не очень строгая. Наверное, так оно и было. Но только через 20 с лишним лет, когда уже мой сын проходил курс начальных наук у заслуженной учительницы России и шел ижеутренне в школу с явной неохотой, я понял, как мне повезло тогда в 59-м. Они не хотят меня огорчать. Не так и говорят. Нам так нравится, когда Раиса Валентиновна улыбается, когда она добрая, когда в хорошей, спокойной обстановке протекают уроки. Бываете злой, что ли? Я иногда бываю просто сердитой. Не злой, но сердитой. Иногда говорят, почему вы не улыбаетесь? Я говорю, потому что ты меня огорчил. Ты сегодня не так подготовил урок, как всегда. Я хочу сделать, чтобы школа была для ребенка вторым домом. Поэтому так мне приятно слышать из уст детей, когда они называют меня «мама». Бегают, бегают, потом «мама, мам! Ой, Раиса Валентиновна!» Для того, чтобы устроить детей в класс Куликовой, существует негласный конкурс. При всем при том, что школа номер 45 не элитарная. Она в самой гуще рабочих кварталов. И возить сюда ребятишек, хоть из Ленинского, хоть из Орджоникидзевского районов, дело хлопотное, но возят, потому что почта родительская из уст в уста передает. Она добрая. Сегодня был такой эпизод. После диктанта подходит ко мне Денисюк Антон и говорит, «Раиса Валентиновна, сегодня неважно написал диктант. Можно к вам прийти в выходную позаниматься? Я говорю, Антошенька, если ты очень хочешь, я с тобой позанимаюсь в каникулы». Он говорит, потому что у меня много работы на выходные. А он говорит, «А я вам помогу по дому». К чему пришли вы? Ну, я так думаю, что я, конечно, не откажу ребенку. Конечно, ему не столько позаниматься, сколько просто на выходной хочется пообщаться. Потому что на днях звонила мама и говорила, что он все каникулы спрашивал, когда же они кончатся, когда же я вновь увижу свою родную школу, Раису Валентиновну. Куликова участвовала в педагогическом эксперименте, который затеял генеральный директор АНП «Урал» Николай Николаевич Шевченко по своей воле и на свои деньги. Было это вразрез с официальной политикой Горано, и эксперимент благополучно провалился. Но семена, посеянные Шевченко, дали всходы, которые, несмотря на тщательное их вытаптывание, красноречиво свидетельствуют. В школе требуется реформа изнутри. Профпригодность учителя должна определяться не только уровнем квалификации, но и степенью доброты, терпения, участливости, если хотите. Я очень хотела работать в начальных классах, но мои родители меня уговорили пойти работать по другой специальности. Я долгое время была учителем музыки, преподавала русский и литературу, но я поняла, что мое призвание – это все-таки дети начальных классов. И поэтому я закончила заочно-педагогический факультет нашего института. И вот уже восьмой год работаю в начальных школе. Это не потому, что тепло у нас в классе от того, что мы утеплили окна, а тепло от того, что мы учимся. Какие ребятки с вами? Теплые. Да, какие еще мы с вами? Теплые. Нет, здесь тепло. А вы сюда на трамвай приехали? Правда, на чем? На трамвае. Как правильно сказать, Александр? Трамвай. 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 Продолжение следует...